Большое спасибо всем. Доброе утро. Я буду говорить о жидкостной биопсии, опухоли у детей, нейробластомы. Я третий докладчик уже из Нидерландов, из утрых, так что Нидерланды вас просто, можно сказать, оккупировали в хорошем смысле слова. У нас новый госпиталь детской онкологии, госпиталь принцессы Максима, это наш медицинский центр. И вы слышали об исследовании РНК, но также, когда у нас есть панель РНК, мы не можем определить всех пациентов с рецидивом и со смертным исходом. И мы, конечно же, ищем другие биомаркеры, также и ДНК без клеток, и мы сейчас этим занимаемся. И мы много чего тут можем найти, разные мутации, изменения в количестве копий, метилирование. Я буду говорить о метилировании сегодня, и я вам скажу, почему. Бесклеточные ДНК – это элементы, которые секретируются, когда идет активная секреция или некроз. Они очень фрагментированные, и вот обычные ДНК безклеточные, то есть обычный в клетках, обычный энкорцит, и так далее, и у них совершенно другая длина. И наша текущая стратегия жидкостной биопсии, мы рассматриваем панель РНК-МРД, секвенирование геномов из разных альтераций, а потом мутации ДДПЦР, СФДНК и ВФСФДНК. Но этот метод имеет несколько недостатков. Например, геномное секвенирование, оно не так эффективно по чувствительности, как другие маркеры, то есть по крайней мере на 10% будет разница. Мы используем, если только используете маркеры МРД, это не будет очень хорошо. И мы смотрим на мутации в таких безклеточных ДНК, обычная мутация в нейробластомии АЛК, только у 10-15% пациентов мы ее будем наблюдать, то есть нет такой мутации КЕРАС, которую можно использовать для всех пациентов, секвенирование можно проводить, но чувствительность может быть проблемой. Ну, в принципе, это неплохой метод, но это очень дорогостоящий метод. Есть альтернативная у нас стратегия, когда мы используем метилирование РСФ1А, он является супрессором опухоли, но он метилируется в разные типы раков, и также нейробластома. И что я имею в виду? Подметилированный РСФУСБГ, РСФУСБГ повторяется, и тут есть дополнительная экстрементильная группа здесь. Если ген метилируется, он инактивируется, это генное подавление супрессии опухоли, то есть они хороши для опухоли. В нейробластоме мы уже тут было продемонстрировано, опухоли четвертой стадии у них проходит РСФ1А, и мы используем это как маркер РСФР. Можем ли мы их определить и использовать как маркер РМД и сравнивать это с панелью? Мы сравниваем это с панелью РНК. Мы изолируем РНК из плазмы и обрабатываем это. Дальше мы видим преобразование РНК. И вот кроме вот этой экстрементильной группы, здесь вот другое секвенирование по метилированной РСФУСБГ, 1А и не метилированной РСФУСБГ, которые используются также. Мы проверяем также на Альгумин как общий уровень бесклеточных ДНК. И мы сравниваем с той панелью, которую я уже показывал ранее. Мы провели этот анализ и технико-экономическое восстановление пациентов высокого группы стадии 4, пациентов в группе локализованного заболевания. Также у нас были. Мы проверяли раз в один кубицера и трепликаты. Если трепликат положительно, мы назовем это истинно положительным, если только один или два реплика положительных, мы говорим, что положительно, но не определено, в какой степени численно. Вот три пациента с диагнозом положительного, локализованная опухоль. И половина из этих, которые были в группе опухоли положительных, мы не могли вычислить числи на этот уровень. Также вот раз в инай гипометилирования у пациентов с локализованными опухолями. Когда мы смотрим на общий уровень СФДНК, это альпинин, и по сравнению со здоровыми донами, тут много в контрольной группе здоровых пациентов. Пациенты с нейробластомой у них повышены уровни общих бесклеточных ДНК по сравнению с контрольной группой. То же самое касается группы с рецидивами. Если посмотреть на уровни бесклеточных ДНК на момент лечения, они много снижаются в время лечения, но все равно не до таких уровней, как у здоровых доноров. Дальше проверяли РСФМ-1 метилирование, а по РСФ1 положительных, а после индукции химиотерапии они снизились, и мы сравниваем до и после химиотерапии, но тут вот результаты отрицательные. Некоторые стали положительными, ну и, собственно говоря, многие перешли опять в группу положительных. Если были события бесклеточных ДНК, зависят ли они на выброс гипометилированных РСФМ-1А, то есть опухолевых клеток? Есть определенные уровни, где опухоли положительные по ДНК, положительные или отрицательные, они все были выше по сравнению с контрольной группой здоровых. Добровольцев в исследовании было также различие между РСФМ-1, действительно позитивных, положительных, сравнивая с РСФМ-1, отрицательными. И сравнивали их также с нашей панелью РНК и ДНК, высокая корреляция в этих отрицательных образцах. Но мне кажется, что интересно, что также есть РНК и ДНК, положительные образцы и РНК отрицательные. Мы брали образцы, мы рассматриваем время, когда были взяты эти образцы, и тут вот были рецидивы, и также во время лечения тоже все равно были рецидивы. Очень хорошо взять образец до этого рецидива и дальше уже смотреть и после. Это, чтобы прийти к выводам первой части, гиперметилированная РСФМ-1, можно использовать для мониторирования сети ДНК у пациентов нейробластомой. И очень высокая согласованность данных между РСФМ-2 и сети ДНК и РБРНК. Но мы должны все это проверять на более широкой когруте пациентов, потому что есть определенные ограничения, исследования, которые мы только что продемонстрировали. И изолирование этих бесклеточных ДНК было сделано, потом должна была быть новая изоляция, мы это оптимизировали, безоффективные конверции, это где-то вот на 29% это бесклеточные ДНК, надо было от этого избавиться, и чувствительность у ПЦР по низким концентрациям тоже не очень была высокой. И можем ли мы использовать ДДПЦР? Мы этот образец делим на 22 тысяч капель, по каждой капле проводим ПЦР, и у многих этих каплей содержится одна или, может быть, две копии ДНК, и мы делаем ПЦР. И вот так это все будет выглядеть. Капли положительные на раз в А, и для референсного числа тут лучше, капли, которые содержат обе копии раз в А, и капли, которые ничего не содержат, есть. Вот этот слайд хочу показать. Тут это четче видно. Мы решили использовать вот эти ограничения, и не метилированные расфонами, они по ограничению, их можно отсечь, они уйдут, но что касается метилированных, они так не убираются. Метилированные расфонами, а будут все равно в вашем образце, а не метилированные, они просто уйдут, мы от них избавимся. И мы проверили это. Также по этим клеточам, Мелин-Мелин-Мелин-22, все хорошо выглядит, но они даже лучше. Вот здесь вот, вот эти вот, тут этого уже больше нет. Ну, это не проблема, конечно, но мы также проверяли, ведь образцы от здоровых доноров, и тогда у вас получается, что только, остаются только отрицательные капли, а если кто-то проведет этот ПЦР и спросит, а точно, что тут ДНК было, потому что пустой образец, а не увидит его как пустой. И что мы сделали? Использовали такой двойной талонный, двойной референтный ген, чтобы избежать его и так гораздо лучше, когда мы используем эти ограничения. И сейчас, вот вы видите, это здесь, это амплитуда, здесь это ограничение, это ограничительная фермент, он уйдет, после того, как мы используем энзим, вот здесь опять клеточная линия МЭТУ, очень хорошо она исчисляется в цифрах, это коэффициент, это соотношение между общим ДНК и вот именно ДНК опухоли, как все это выглядит в плазме, концентрация плазмы здесь гораздо ниже, чем в предыдущих случаях, здесь вы видите, раз она один положительная плазма, располагает один положительный капли, и тут бесклеточные также капли ДНК. Плазма здоровых доноров, тут почти все, за исключением одной капли метилированной расфон 1А уходит, их больше тут нет, мы протестировали очень много плазмы доноров здоровых, это остальные очень хороший фон для нас, стали тестировать образцы нейробластомы, также это все применимо для почечных опухолей, различных других видов опухолей, то есть очень хорошо коррелируется, тест очень хороший, даже для другой локализации опухолей можно использовать, можно расширять когорту, и потом уже можно будет публиковать данные, и я хочу поблагодарить всех, кто показывал на этом слайде, а вас за то, что пригласили меня сюда, спасибо на русском языке, большое спасибо за ваше внимание. Субтитры сделал DimaTorzok